Каждый человек сам определяет степень своей успешности, но есть и общество, которое не может не замечать уверенные шаги слабой половины человечества. А женщины сегодня сильные лидеры, получающие награды от Московского фонда мира. Они не только обеспечивают финансовую стабильность своих семей, но и заглядываются на политику. Ну дайте нам свободу, мужчины, чтобы мы пошли в политику, чтобы мы, знаете, мы как очаг свой берегаем в семье, мы также можем и хороший очаг сделать для страны. А пока бизнес-леди поехали в Сочи, чтобы на берегу Черного моря не только услышать о новых идеях, но и самим вдохновиться и повести еще дальше за собой свои команды. Организатором бизнес-каникул Сочи стал деловой клуб «Территория успеха». Как раз-таки наш форум – это маленькая такая толика помощи женщинам бизнеса в их развитии. Мы делаем нетворкинг для того, чтобы они смогли создать новые коллаборации, создать новый масштаб своего бизнеса, посмотреть на него по-другому, с другой стороны, получив новые лайфхаки от спикеров. Успешным женщинам России присоединились коллеги из Беларуси, Казахстана, Турции. Им известно, что 25% ВВП в российский бюджет поступает от женского предпринимательства. Быть более активными они хотят также у себя в странах. А возможен форум в Сочи стал благодаря поддержке международной компании. Холдинг «Лайф из Гуд», который является международным холдингом и продвигает жилищную программу кооператива «Бест Вей», дал возможность многим предпринимательницам и бизнес-леди узнать о возможности приобретения объектов недвижимости со срочкой платежа до 10 лет. В любом регионе России от нуля до 2%. Поэтому нам приятно выступать спонсорами на таких мероприятиях, чтобы люди узнавали и о наших программах тоже. Получить новую информацию и знания, поделиться своим наработанным опытом, как продвигать бизнес в социальных сетях, что такое женский тайм-менеджмент, а еще как в жестких рамках предпринимательства все же оставаться женщиной. Такими секретами готовы были делиться участники бизнес-каникул в Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.